По подготовке к зимней уборке на сегодняшний день специализирована организация спецавтотранс. Полным ходом идет подготовка на сегодняшний день. Порядка 30% у нас есть готовность по технике. Заключены все контракты по поставке песка и соли. Хлориды на базе спецавтотранса замешиваются для ожидаемых в ближайшее время заморозков. Поэтому здесь мы, можно сказать, что подготовлены. По технике задействована со стороны спецавтотранса будет порядка 100 единиц техники. Этого должно в полной мере хватить, за исключением самосвалов, так как данная техника, она у нас на постоянной основе заказывается у подрядных организаций уже по мере надобности. Начали мы подготовку техники к зимнему периоду 1 сентября, основную массу. На сегодняшний день у нас процент готовности техники порядка 30-35%. Процесс не останавливается и сейчас на данный момент он в активной фазе. Заключены все договора на поставку необходимых запасных частей, материалов, технологических материалов, масел, фильтров. Завтра, послезавтра первые партии тех необходимых частей, масел, жидкостей поступают на предприятия. И объем подготовки резко возрастет. Задача, поставленная мэром нашего города, полностью подготовить весь парк техники к зимнему периоду, к 1 ноября. Задача выполнимая и мы с ней справимся. На случай экстренно вдруг выпадения зимних осадков или холодов, на данный момент на предприятии уже есть подготовленная техника. Техника и для обработки песко-соляной смесью, техника и для обработки жидкими хлоридами. Есть запас порядка 300 тонн жидких хлоридов, порядка 2500 тонн песко-соляной смеси. Имеется уже в наличии и техника, которая выйдет, она конечно не в полном объеме, но для снятия аварийной ситуации она уже готова и уже находится на предприятии полностью подготовленная. В любой момент готова выйти на улицы города. По персоналу, который будет в зимнее время задействован, это порядка 360 человек, 150 дорожных рабочих непосредственно. И также могу озвучить, что на сегодняшний день у нас есть дефицит, то есть вакансий порядка 17 человек. Ну в принципе работа по этому вопросу проводится. Ожидаем, что данные вакансии будут заполнены. В основном это водители дорожной специализированной техники. У кого есть желание, пожалуйста, приглашаем вас работать спецавтотранс. Продолжение следует...